Студия D-Vision Которые ничто не способны расти и выжить, и нет путей ни в какую из сторон, даже не знаю куда идти, когда-то, когда мы были маленькими детьми, отец покинул нас, сомкнув веки жизни, тогда я тоже пережил нечто подобное, мои дети, неужто я оставлю их? Нет. Мы вынесли многое, потому что детство наше было нелегким, но они ведь такие хрупкие, мне кажется, что они не устоят перед ударами жестокой жизни, поэтому всю жизнь я пытался оберегать их от этого и никогда ни в чем им не отказывал. Это мой сын Дельшот. Помнится, когда он родился, врачи сказали, что ребенок не выживет. Вот, слава богу, он возмужал, стал хорошим парнем. Дай ему, Бог, долгой жизни. А это моя дочь Сорвенос. Моя хорошая, родная. В ее душе только-только расцветают надежды. Она чиста, словно утренняя роса. Будь счастлива, доченька. Будь счастлива. Сорвенос. Представь, что ты поездил в Киевсеринте. Каждое твое слово должно потрясать дучи слушателей. Ты должна чувствовать их волнение. Тысячи глаз направлены на тебя. Мурат Раджабов. Ты же, выше их на одну ступеньку. Саида Раметова. Заслужить их уважение. Поняла? Поняла. Тогда начали. Улукбек Кадыров. И впервые на экране Шахзода. Зилола Мусаева. Автор сценария Шаим Бутаев. При участии Бахрома Якубова. Режиссер-постановщик Вахром Якубов. Оператор-постановщик Даврон Надиров. Художник-постановщик Данияр Абдурахманов. Умидвов. 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 Харь юрак. Умидвов. Умидвов. Хайят зановик нам дод лев юрак бихар. Композитор Анвар Иргашев. Умидвов. 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 Хай юраке. Умидвов. Умидвов. Хайят зановик нам дод лев юрак бихар. Директор фильма Азамат Иргашев. Продюсер Даврон Надиров. Адел, судя по тому, как ты газанул, ты идешь по поручению своего отца. Точно. А знаешь, как таких называют? Папенькин сынок. Чего? Да я же пошутил. На день рождения Зухры пойдешь? Не знаю, как получится. Времени у меня нет. Странно будет, если ты не пойдешь. Ух ты, папа уже приехал. По нему часы можно сверять. Это твой папа? Да, я пошел. Увидимся позже. Папа не любит ждать. Ну ладно, ты же придешь? Конечно. Я буду ждать. Здравствуй, папа. Здравствуй. Ну что, барин, не устаете на учебе-то? Да некогда, папа. Слушай, а что это там за сторожа у дверей? А, это? Это секьюрити. Как ты говоришь? Секьюрити, папа, секьюрити. Охранники. Охранники. А вот оно что. В наши времена, в любой институт можно было свободно войти и выйти. Да, времена изменились, сынок. Крутые перемены. Слушай, говорят, в вашем институте тоже какие-то изменения. Это правда? Что за изменения? Ну, этого вашего декана, Анвара Тураевича, сняли, говорят. Да, среди педагогов произошло какое-то ЧП. Я не выяснял подробности. Человек никогда не должен совать все пять пальцев в рот. Таких называют ненасытными наглецами. Нужно быть хоть немного осторожным. Прежде чем сделать что-то, надо подумать с собой. Да, кстати, а что это за девушка стояла рядом с тобой? Чего вы там шушукались? Да это однокурсница, пап. А куда мы едем? Ильхом Аброрович благополучно перенес операцию. Мы просто обязаны навестить его. А мне обязательно ехать? Обязательно, сынок, обязательно. Получить диплом еще полдела. Нужно подумать о месте работы. А у Ильхом Аброровича достаточно длинные руки для этого дела. Понимаешь? Этот человек нам может еще пригодиться. Бывает так, что один враг может сделать больше, чем тысячи друзей. Да, кстати, у Ильхом Аброровича есть замечательная дочь. Ее зовут Сарвенос. Папа, я еще даже не думал об этом. А ты подумай, пора уже. Послушай, сынок. У человека в жизни должна быть определенная цель. Сечешь? Я же не знаком с этой девушкой. Не видел ее. И вообще, это все лишнее, папа. Ну и что, познакомишься? Тоже мне отговорка. Да пойми же ты, наконец, этот человек нам очень нужен. Как ты сказал, ее зовут? Сарвенос. Довольно редкое имя, сынок. Сарвенос. Интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Не беспокойтесь, лежите. Здравствуйте. Ну как вы, Ильхом Аброровича? Анварджон. Я обязан вам своей жизни. Да бросьте вы, Ильхом Акя. Даст Бог, будете здоровы, как бык. Нужно только соблюдать диету и режим. В свои 55 я уже перенес два инфаркта. Жаль. Видать, такова моя участь. Только не забывайте, что на этот раз все было довольно серьезно. Не думайте пока о работе. Не получится, Анвар. Ведь судьба стольких людей у меня в руках. А конкуренция? Один день несерьезной работы, и все пойдет прахом. Понимаю. Только что же для вас важнее? Жизнь или должность? Сложный вопрос. А вы как думаете? Мне тоже трудно сказать что-то. Шутки шутками. Но это вопрос жизни и смерти. Что ж, до свидания. Вечером я зайду. Глюкозу с оскорбинкой. Хорошо. До свидания. Анвар Джон. Спасибо вам. Не за что. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Войдите. Здравствуйте, Ильхомакя. Как здоровья? Здравствуйте. Проходите. Нет, нет, не вставайте. Сидите. Пожалуйста. Как самочувствие, дорогой? Да слава Богу. Вам уже лучше? Да, спасибо. Что же это вы нас так пугаете, а? Здоровья, мира и благополучия всем. Аллох Акбар. Как вы себя чувствуете? Неплохо, спасибо. Я слышал, что вы были в реанимации. Ну и напугали же вы нас. Тут, фу, не сглазить бы. Выглядите очень хорошо. Да, жизнь проходит, и мы уже вроде как стареем. Вот я, например, стал плохо видеть. Когда я за рулем, еле слежу за дорогой. Поэтому я сказал сыну, ну-ка садись за руль и веди машину. Свози меня к Ильхом Акя. Вот так вот сели в машину и вместе с ним приехали. Вы приехали с сыном? Да. Позовите его. Адель. Иди сюда. Проходи. Здравствуйте. Здравствуй. Проходи. Положи сюда вещи. Мой сын Адельбек. Очень уж стеснительный. Вот, Ильхом Аброрович. Тысячу раз ему говорил. Хватит уже быть таким стеснительным. Ты ведь заканчиваешь юридический институт. Ты будущий прокурор. Да и женим мы тебя скоро, говорю. Очень стеснительный. Дай Аллах Ильхом Аброровичу скорейшего выздоровления, долгой жизни. Ильхом Джанакя. Желаю вам справить хорошую свадьбу. А мы всегда к вашим услугам. Аллах Акбар. Да не стоило так беспокоиться на арматаке. Разве же это беспокойство? Я и так поздно услышал, что вы в больнице. Вы уж извините. Встретил вашу супругу. А она говорит. Вот сердце немного подвело. Не поверите. Мне как-то не по себе стало. И я сказал. Да сердце у Ильхом Акя еще крепче, чем у льва. Видно, он вас разыгрывает. Да. Завтра или послезавтра меня выписывают. Я и вещи тут собирал. Да вы подошли. Что вы говорите? Вас выписывают? Послушайте, Ильхом Абарович. Если, ну, если домой нужно забросить что-нибудь, вы не смущайтесь. Скажите. Вот, Аделбек мигом отвезет все, что нужно. А что? Только адрес подскажите. Где это? Алмазар 63. Алмазар 63. Слышал, Аделбек? Наверное, это и есть вещи. Неси их в машину и осторожненько довези. Алмазар 63, понял? Аделбек мигом отвезет. Аделбек мигом отвезет. Аделбек мигом отвезет. Аделбек мигом отвезет. на свадьбу сына закажу 15 баранов и чтобы приготовили именно таким способом а вы что сына собираетесь женить да собираюсь а на ком ну ильхом аброрович когда вы отсюда выйдете посидим и посоветуемся об этом и по поводу невесты и по поводу свадьбы берите угощайтесь спасибо вы тоже берите сколько бы мы не говорили об узбекской женщине все мало о ней можно написать повести потому что она не только женщин не просто женщина которая подкрашивается и делает кого-то счастливым она труженица она страдалица мы истинные узбеки живем как мне кажется благодаря тому что держимся корней любая женщина на долю которой выпало столько же сколько пришлось пережить мне может сказать что любви нет но знаете она все-таки есть у любви есть свои правила если вы смогли полюбить вы счастливый человек если вас любят значит вы еще счастливее я счастливый человек что для вас счастье у каждого человека есть свои мерки свои проблемы заботы поэтому не успеете вы сказать я счастлив как тут же приключается какая-нибудь беда мир несовершенен каждый прожитый мирный день и есть счастье вот проснулись вы утром открыли глаза это уже счастье даже когда вы тяжело больны но глаза ваши открыты значит вы уже счастливый человек и если в этот миг вы обращаетесь ко всевышнему и раскрываете ладони для молитвы то ваше счастье безмерно я так думаю и а все и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А, Адель, проходи, друган. Ты где ходишь? Долго жить будешь. А чем ты тут заливаешь? Да так, говорил, что ты вот-вот придешь. Ну как вы здесь, нормально все? Ну вот, Зухра, и Тахержан с тобой. Ну как вы тут? Налейте мне тоже. Да, точно, наливайте. Ну, кто скажет? Тахержан, конечно, скажет. Просим. Сегодня день рождения Зухры. Я от всей души поздравляю ее. Пусть счастье всегда ей сопутствует. Ну что, ребята, взяли? Ооооо. Продолжение следует... Все очень вкусно. Зухра, мне нужно идти. У меня очень важное дело. Ты и так пришел поздно. Я надеялась, что ты побудешь немного. Зухра, мне папа поручил кое-что. Но ты видишь, я вырвался и пришел. Как он не вовремя со своими поручениями? Ты не знаешь моего отца, Зухра. Ну что же ты не сказал, что у однокурсницы день рождения, и ты не можешь не пойти? Ладно, ребята, мне нужно идти домой. У меня куча дел. Пока. Ты чего, Адел? Ты куда? Да садись ты! Только что пришел и уже сваливаешь. Лучше бы не приходил совсем. Тос сказал, а сам не выпил. Небось ушел у папеньки разрешение спросить. Ты о ком говоришь? Об Аделе. О ком же еще? А что ты ему самому не сказал? Разве ты не знаешь, что не поздоровится тому, кто говорит о недостатках человека ему в лицо? Вот и я придерживаюсь такого мнения. Голова-то у меня варит. Правильно говоришь. Ну ладно, я тоже пошел. А где Адел? Да ты что, куда ты? Адел, ты где? Адел? Подбросишь нас? Куда? В центр города. Ладно, давай. Вы спускайтесь, а я сейчас, ладно? Давай, мы внизу. Вам помочь, Наргизахон? Вы же вроде торопились. Увидел вас и забыл обо всем. Да ну, даже о Зухре своей забыли. Тахирджон. Во-первых, я не Тахирджон. Меня зовут Одел. Во-вторых, мы с ней всего лишь друзья. А в-третьих? Ну, а в-третьих, поверивай, если я скажу, что вы мне сразу понравились. Вот как? Именно. Жизнь сложная штука, Наргизахон. И не на все вопросы можно найти ответы. Субтитры создавал DimaTorzok Наргизахон. А та прямо конфетка. Слов нет. Классно. А я таких еще не видел. Усла до души. А ну, давай ключи. Одел, тебе нужно было хоть немного посидеть у Зухры. Вас ведь Тахиром и Зухрой называют. Тахир, о котором ты говоришь, давно уплыл в сундуке. Бедненькая, совсем расстроилась. Даже погода расстроилась из-за несчастной Зухры. А нашему Адулджону хоть бы хны. Ты не знаешь моего папу. Он не любит недоделанную работу. Может, еще скажешь, что и любить будешь по указке отца. А что делать? Да вообще сейчас женят не по любви, а по расчету. А есть ли вообще любовь? Есть, оказывается. Вчера по телеку фильм один показывали. Что за фильм? Мертвые не потеют. Оставим эти разговоры, ребята. Лучше я вас поведу на один замечательный банкет. Банкет большого человека. Там будут всякие знаменитости. Там тебе и Ситора, и Самандар, и Обет. Все остальные будут. Даже Жасмин из Москвы приедет. Да ладно заливать. Приятель, в наше время, коли деньги есть, сама Пугачева прибежит. Мы воспользуемся Адылом. Въедем с Шиком на трехсотом Мерсе. Так ведь? Да не могу я, ребята. Да брось ты, друг. Вот исполним поручение твоего отца и сразу на банкет, да? Давай. Ладно. Вы тут посидите? Вот это да. Дворец прям. Да ты чё? Здорово, правда? Да потерпите вы пять минут. Здравствуйте. 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 Вам кого? Мне? Никого. Тогда до свидания. До свидания. Что? Никого нет? Есть. Так ты же сумку не отдал. Чего ты таращишься? Вот дает, а. Забыл совсем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сын Норма-Токе. Вот как. Очень хорошо. Проходите. Мы с папой ездили в стационар, навестили Ильху-Маке. Слушаю вас. Его скоро выписывают, поэтому он вот передал. Подождите, вы сын Норма-Токе, отель Джон, да? Да, он самый. А я вас не узнала. С тех пор, как я вас видела, вы сильно изменились. Папа тоже с вами? Зовите его. Нет, нет, папа в больнице. Остался поговорить с Ильху-Маке. Куда это положить? Ну, если вас не затруднит, занесите, пожалуйста, в дом. Даже неудобно, как-то потревожили они вас. Ой, дверь забыла закрыть. Сейчас, минутку. Ну, как ваши дела? Как у вас дома? Спасибо, хорошо. С мамой вашей давно не виделись. Скажите ей, пусть как-нибудь придет в гости. Посидим, поболтаем. Раньше мы частенько собирались. Давно не виделись. Скажу. А как вы пожелаете? Слава богу, хорошо. Проходите. Проходите, пожалуйста. Вы уж извините, мне так неудобно, что вас побеспокоили. Ничего страшного, не извиняйтесь. Дальше, о чем после работы забрал бы. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я сам занесу. Нет, нет, оставьте, я сама. А Сарвенос сказала, что ошиблись дверью. Простите, ее она вас не узнала. Сарвенос? Да, это наша дочь, Сарвенос. Извините, она вас просто не знает. Да ничего, бывает. Выпейте с нами чай. Нет, нет, спасибо. И обед у нас готов? Да, обед у нас готов? Да, у нас все готово. Может, все-таки пообедаете с нами? О, Дальджоан. Спасибо, я спешу. Хорошо, передавайте привет домашним. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня я договорился с четырьмя классными штучками пойти на дискотеку А почему с четырьмя? Нас же трое Две вам, две мне Пойдет? Я не могу У меня важное дело Почему? Опять папины поручения? Нет, я иду по своему личному делу Никак не могу Субтитры создавал DimaTorzok Я иду по своему личному делу Привет, царванос Привет Я написала стихи, о которых ты просила Неужели? Получится прекрасная песня Вот послушай Там лень и горечь душу мне терзает И вынести разлуку сил уж не хватает Как беспокойно сердце, как тревожно ночь Мне мук любви боюсь не превозмочь И в памяти любимой вновь всплывает Как в моем взоре грустном взгляд твой утопает Все существо мое, как высохший родник И губы жаждут пить нектар любви В груди бушует жар Несбывшихся желаний И сладость прошлого все мысли мои манят И снова плачу я, как маленький ребенок Но плач мой незаметно переходит в стоны На сцене в песнях сердцем растворяюсь Но есть лишь ты один, по ком скучаю Так прожив день, я возвращаюсь в плен Двух пар холодных и бездушных стен Смотри, как обессиленное в ожиданиях Беззвучно тело содрогается в рыданиях Эй, красавица, о чем задумалась? Хорошие стихи Но почему о любви? О чем бы ты хотела? Ну, о жизни Любовь – это жизнь Ну, тогда и счастье Любовь – это и есть счастье Ой Ну, тогда пусть будет о судьбе человека Любовь – это судьба Привет Здравствуйте Зачем вы приехали? Ильхом Абрурович прислал Спасибо, мне не нужно Я сама доеду Ну, тогда я поехал Ладно Смотрю, официантка несет огромную курицу Я сначала стеснялась, а потом махнула рукой Стала наворачивать его без щеки Девчонки, давайте пойдем посидим где-нибудь Давайте, давайте пойдем в Ардус Нет, прости не Ладно, мне все равно Здравствуйте, старый нос Извините Разве мы знакомы? Так давайте познакомимся Меня зовут Одел Вас сорвенос Вот и познакомились Послушайте, Одел Джо Так это вы посылали своего отца свататься в наш дом? Отца? Свататься? Ваш папа норма таки, так? Ну и что? Сорвенос, мы пошли Подождите, девчонки, я с вами Мне не о чем говорить с этим парнем Жена, ты дома? Здравствуйте Здравствуй Проходите Сына нет? Нет Послушай-ка, садись сюда Надо посоветоваться Что там у вас? Садись сюда С чего это вы такой довольный, отец? Да, я очень доволен Пусть Бог помогает нам в наших делах Да будет так Все на мази, лишь бы не сглазить Да, лишь бы не сглазить Жена, я тебе невестку нашел для сына Невестку? Да, невестку Да бросьте И кто же эта счастливица? Слушай, когда я скажу, кто это, ты упадешь Да Налей чаю Дочь Ильхома Аброровича Ну как? Прямо как снег на голову Что вы такое говорите? Послушай, твой сын Зять Ильхома Аброровича Сечешь? Ой После этого все дела пойдут в гору Если уж играть, так по-крупному Тут ты или пан, или пропал Это ваша певица-то Будет мне помогать по дому, а? Отец Вот ты странная, а? Какая тебе еще нужна помощь? Какая? Ты подумай сама У них ведь домработница все делает А ты хочешь, чтобы она тебе помогала Думай, что говоришь Раз невестка, значит, должна помогать по дому Мозги у тебя куриные Я же ее сватаю не для того, чтобы она стирала твое белье или обслуживала тебя Жена, шевели мозгами, соображай Папа, разве я просил вас свататься к кому-либо? А что случилось, сынок? Ничего, спасибо услужили Вот вам Или пан, или пропал Что же мне? Давай накрывай на стол Слушай 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 да да это я отдал наргиза у зухры в день рождения а вспомнил ладно договорились а во сколько понял хорошо договорились ладно я буду ждать только не опаздывайте а еще у нас на курсе был один интересный случай есть у нас парень за фаром за прямо шут гороховый все его никулиным зовут а по мне он как тетюрин из фильма неисправимый гон такую лапшу вешает на уши вы слушаете меня прости наргиза я вспомнил об одном важном деле можно я потом как-нибудь познакомиться вы 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 Продолжение следует... 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 Здравствуйте, Сарвинос. Здравствуйте. Я пришел просить у вас прощения за отца. Честное слово, я не знал о том, что он затеял. Иной раз он бывает не очень разборчив в средствах. Простите его, Сарвинос. Пожалуйста. До свидания. Сарвинос. Вы очень хорошо поете. Спасибо. Вам понравилось? Очень. Мне нужно идти. Я подвезу вас. Не нужно, спасибо. Вы что, боитесь меня? Я? Вас? Да. Да, меня. Мне нужно, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Может быть Добавил субтитры DimaTorzok 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 Дальшотбек Дальшотбек Добавил субтитры DimaTorzok 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 Только я прошу вас поскорее, хорошо? Я боюсь обанкротиться. Ну, как говорится, ты мне, я тебе. Я здесь похлопочу, а вы там. Надеюсь, я не затрудняю вас? Да что вы. Будьте спокойны. Я обязательно скажу отцу. Дельшотбек, я очень надеюсь на вас. До свидания. До свидания. Извините меня за тот случай. Я ведь на самом деле подумала, что вы ошиблись дверью. Надеюсь, я действительно не ошибся. Тогда очень интересно все получилось. Когда я увидел вас, совсем забыл о том, что у меня были сумки. Я пошел обратно к машине, а друзья спрашивают меня, что никого нет дома? Тогда я вспомнил про сумки. Здорово, вы меня обескуражили, хлопнув дверью. У меня в руках было две сумки. Только потом я вспомнил, зачем пришел ваш дом. И вернулся. Друзья очень удивились. Удивились? Удивились. Подумали, что я совсем с ума сошел. А что было потом? А потом я понял, что на самом деле сошел с ума. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому, сынок, если будешь меня слушаться, не пропадешь. Никогда не пропадешь. Папа, да ведь это всего лишь счастливая случайность. Да брось ты, ни за что не поверишь, сынок. Знаешь, как об этом говорят? Волки сыты и овцы целы. Я очень рад вас видеть. По поводу того дела я зайду позже. Да, да. Вы подумайте насчет того проекта. Да, я подумаю. С выздоровлением. Вы очень хорошо выглядите. Все в порядке. Открыли семь магазинов. Я подтвердила все договора, Ильха Махрорович. Рада вас видеть. Видно, что вы хорошо отдохнули. Даже Бог, все будет хорошо. Не хочу сглазить, но вы даже помолодели. Спасибо. Я еду в Малайзию, а вернусь поговорим? Да, конечно. Что с вами? Задыхаюсь. Позвони. Только скорее. Продолжение следует... Ильхон-Джан. Сынок, вставай. Вставай, сынок. Нехорошо. Спать до заката солнца. Вставай. Сынок, вставай. Сынок, вставай. Отпустила? Слава Богу. Ильхон Аброрович. Сколько раз я вам говорил. Вам нужен покой. Я понимаю. Говорите, что понимаете, а сами опять за свое. Значит так. Вы уходите с работы. Не пойму, что для вас важнее. Здоровье или это место? Будьте здоровы. Проводи. Проводи. Да. Видно, дни твои уже на исходе, Ильхон Аброрович. Дни твои уже на исходе. Лишь бы встретить смерть дома. А не в этом кресле. Упаси, Боже. Ильхон Аброрович, вам ничего не нужно? Нет. Садись. Послушай. Из Голландии есть какие-нибудь известия? Да. Они нам очень благодарны. Малайзия приняла наше предложение. Говорят, что ответ будет через неделю. Из Бухары должен был приехать представитель. Приезжал? Да, приезжал. Подписал все договора Ильхом Акя. Хорошо. А теперь получи вот это заявление. Какое заявление? Мое. Все. В понедельник созовешь совет. Заявление зачитаешь сам. Меня не будет. Понял? Понял. Ладно. Мне пора. Ильхом Акя? А кто будет председательствовать в понедельник? Ты сам. Пожалуйста, господин председатель. Кресло готово. Не провожай меня. Я сам. Будь здоров. Алло. Это я. Слушай. Это сенсация. Сенсация, говорю. Шеф написал заявление. Да, я держу его в руках. Нет, нет. Это решит совет. А до этого знаешь, кто будет временно председателем? Я. Ну, ладно. Ну, ладно. А. Я. 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 Ну, ладно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Взяточничество Субтитры создавал DimaTorzok Бах! Прелюдия! Правильно! Мемори! Точно! Теперь Бетховен Правильно! А это... Турецкий марш 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 Субтитры подогнал «Симон» Алло. Здравствуйте, хозяин. Это я. Кто это? Да я, я. Здравствуй. Я понял, что это ты. Что у тебя? Есть отличная новость, слышали? Алло. Слушай, сейчас чего-чего? А новостей много. Ты которую имеешь в виду? Вы просто не поверите. Да говори уже. Ильхом Аброрович ушел с работы. Что? Да. Да что ты. Да. Все только об этом и говорят. А откуда ты услышал? Ну, знаете, хозяин, земля слухами полнится. Кто слушает, тот слышит. Как только услышал, первому вам сообщил. Теперь посмотрим, какой из дельшода предприниматель. Да, его отец горой стоял за его спиной. Поэтому он и важничал. Послушай меня. Должность – это родник, который питает предпринимательство. на пустом месте, и былинка не произрастет. Не говорите, хозяин. Слушай. От кого же ты услышал это? Точно ли он ушел? Не верится как-то. Можете верить, хозяин. Точно ушел. Ладно. Пусть пройдет время. Мы все услышим. Ладно. У меня еще дела. Я приготовил все, что вы просили, хозяин. Хорошо. Если будут новости, держи меня в курсе. Время... Оно на месте не стоит. Найди меня, где бы я ни был. Обязательно, хозяин. Слава Богу. Вы вернулись домой живым и здоровым. Дому так пусто без вас. Теперь я не буду вас слушать. Так и знайте. Хотите вы этого или нет, сама увезу вас отдыхать. Сама буду вас лечить. Хорошо? Может, поедите? Могу я спросить кое о чем? Спрашивай. Вы хотите уйти с работы? Да. Сегодня написал заявление. Слава Богу. Слава Богу. Я очень рада. Теперь мы заживем, как нормальные люди. Это просто замечательно. Кому вы оставили дело? Это решит совет через три дня. Ну и ладно. Пусть решают. Пусть кто хочет, тот и несет на себе эту ношу. А мы с вами будем отдыхать. Я думаю о другом. О чем? О Дельшоде. О Сарвенос. А что о них думать? Дельшот уже совсем взрослый. Даст Бог не сегодня, так завтра. Женим его. Он будет главой семьи. Сарвенос выдадим замуж. Она тоже будет счастлива. И останемся мы вдвоем. Внуков будем нянчить. Проживем как-нибудь вдвоем. Гули. Да. Прости меня. Что? Прости меня. Я не смог сделать тебя счастливой. О чем вы говорите, Эль-Хомаке? Как я могу быть... несчастной, имея такого мужа, как вы? Кто же тогда счастлив, если не я? Правда? Да ну вас. Спасибо, родная. Пообедайте. Что-то не хочется. Сегодняшний обед особенный. Я сама его приготовила. Продолжение следует. Ну так, донеси. Алло, здравствуйте, Азам Худжаке. Подождите. Извините, подпишитесь, пожалуйста. У Замы были? Да. Цифры проверили? Проверила. Хорошо. Хорошо. Все. Спасибо. Слушаю. Я вам звонил, но не мог дозвониться. Дальшотбек. Я смотрю, вы хоть и молодые, а хотели обвести меня вокруг пальца. О чем вы, я не понимаю. Понимаете, все понимаете. Вы что же, соврали мне? Знаю, что ваш отец ушел с работы и уже не имеет прежнего влияния. Я просто восхищен вами. Получив мою подпись, хотели быстренько умыть руки. Да у вас талант. Папа ушел с работы? Да нет, не может быть, вы ошибаетесь. Какой же вы, оказывается, проныра. Наверняка вы услышали первым то, о чем все знают и говорят. А еще прикидываетесь незнающим. Слушайте. Теперь с договором все будет иначе. Если вы выдержите все условия договора, тогда... Да нет же, о чем вы говорите? Такого не может быть. Ладно, извините. Ты чего это так вырядился? Пап, дай ключи от машины. А зачем? Ты же не собирался сегодня в институт. День рождения в Хомайке. Поэтому вечером собираются близкие. Ну и что? Мы с Сорвенос тоже хотели подобрать подарок. Ах, вот оно что. Что с тобой? Ладно, день рождения, но ты же сам хотел ускорить свадьбу. Подойди-ка. Теперь, видимо, придется немного отложить свадьбу. У них сейчас полно забот. И потом... Нужно ведь семь раз отмерить и один раз отрезать. Понимаешь? Как пламенные были ваши речи о том, как породнитесь вы с Эльфамакя. А теперь что же? Передумали, узнав, что он уволился? Так, что ли? Эльфамакя уволился? Да, уволился. А иначе разве повернулся бы язык у твоего отца сказать такое, сынок? Всегда старался услужить, угодить. Вчера только говорил, что нужно вместе пойти на день рождения к Эльфаму Аброровичу. Как-никак скоро породнимся. А сегодня он говорит, какой еще, к черту, день рождения? Рассказать кому-нибудь ведь не поверят. Кошмар. А ну замолчи, замолчи. Вчерашний день был вчера. Сегодня наступил сегодняшний день. Есть разница? Мозги твои куриные. Разницу только вы понимаете. Да замолчи ты. Его поезд ушел, все. Теперь уже не вернется. Ладно. Если юбилей, сходим. Что делать? Возьмем какой-нибудь халат и поздравим. Какое отношение имеет уход Эль-Хумаке с работы к нам, Сарвнос? Имеет. Понятно. Вот что мы сделаем, сынок. Я же не говорю, что ты не женишься на этой девушке. Сначала встань на ноги, научись зарабатывать. Ну ты даешь. Ты же вчера говорил по-другому. Сейчас время такое. Куда ни плюнь, одни дипломники. Но так уж вышло, что одного диплома маловато будет. Диплом сейчас это... Сейчас нужно зацепиться за престижную работу, куда деньги сами текут. Понимаешь? Ну ты же говорил, что у Эль-Хумакя длинные руки. Что, короткими стали? Да послушай ты меня. Я же не говорю... Ну, в общем, нужно переждать. Человек должен действовать по ситуации. Понимаешь? Здорово. День свадьбы назначен, папа. Ну что мне теперь делать? Что делать? Как я объясню это, Сарвенос? Как хочешь, так и объясняй. Чего ты мне голову морочишь? Она умная девушка. Ни за что на свете нас не простит. Ни тебя, ни меня. Подумаешь, не простит. Это ее проблемы. А обо мне ты подумал, папа? Я ведь для твоего блага стараюсь. Неправда. Ты о себе больше думаешь. А ну замолчи! Замолчи! Я ему слово, он мне два. В общем, сейчас я не в состоянии делать свадьбу. Все. Да ну вас. Эй! Стой! Эй, жена, ты посмотри на него. Он еще отмахивается. Стой! Ну я пошла, мам. Приходи пораньше, доченька. До прихода гостей не так уж много времени осталось. Ладно. До свидания. А меня? Ты что это так насупился? Все нормально? Нет. Ненормально. Азам Худжа, Мусрат Хаджаев, отказывается подписывать наш основной договор. Почему? Когда ты успел написать заявление, папа, зачем ты так поступил? Намекнул. Все только об этом и говорят. Но какое отношение к этому имеет договор? К договору имеет отношение твоя должность. Отчего добьется этот Мусрат Хаджаев, не подписав договор? Ничего. Но он и не потеряет ничего. Я потеряю, папа. Я. Не знаю, смогу ли я после этого прийти в себя. Что ты делаешь, папа? Хочу спросить у этого мерзавца, в чем дело. Зачем, папа? Это все равно бесполезно. Теперь ему твои слова, что ветер. Ладно. Сделанного не воротишь. Не надо, не расстраивайся, папа. Нам нужен ты. Ничего страшного. Пусть будет так, как мне судьбой предначертано. Пусть будет так, как мне судьбой предначертано. Пусть будет так, как я судьбой предначертано. Слушаю. Слушаю. Я могу поговорить с Адылой? А кто спрашивает? Нет его дома. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Извини Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что случилось? Все в порядке? Все в порядке. Тогда почему же не отвечает телефон? То работает, то не работает. Я поссорился с отцом. Из-за чего? Отец твой очень некстати уволился с работы. Что? Папа уволился? Разве ты не знаешь? Сарвинос? Ну и что с того, что он уволился? Да ничего, я просто сказал. Зачем? Отец хочет отложить свадьбу. Пока. По какой причине? Ты же знаешь моего отца. Отца я знаю. А с тобой что случилось? А что со мной? Ты не меня об этом спрашивай. О своих друзей. В частности, у Зухры. Сарвинос, я-то в чем виноват? Ты ни в чем виноват. Это я виновата в том, что не поняла твоих намерений. Ну, я же люблю тебя, Сарвинос. Я верю. Неправда. Я сказал все как есть. Может, у наших родителей свои планы. Но я полюбил тебя уже тогда, в первый раз. Когда ты открыла мне дверь. Как и запланировал твой отец. Возможно. Я не знаю. Но мы же и вправду любим друг друга. Давай не будем губить нашу любовь. Из-за взаимных упреков и обид. Сарвинос. Из-за взаимных упреков. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 а если я правда что с того вот его отец хочет отложить свадьбу а что отдал не знаю послушай доченька отдал придет нам сегодня вечером не говорите мне о нем не хочу слышать Не побеспокоил? Значит так Ты порвешь заявление, которое я написал Не трудись созывать совет в понедельник Я выйду на работу Это во-первых Во-вторых, о моем возвращении Про труби на весь город, на весь мир С крыши офиса Ты умеешь это Будь здоров Зачем вы так сделали, папа? Вы ведь человек слова А я никому не давал никакого слова Я только обещал, что всегда буду защищать свою дочь Папочка Я очень сильно вас люблю А я хочу, чтобы ты была счастлива А что такое счастье? Не знаю Мне кажется, никто точно не знает ответа на этот вопрос Возможно, счастье Это когда тебя ждут Всем сердцем Я тоже Всегда буду вас ждать Ах ты, чертенок Знай Что все мои вложения Все то, что происходит вокруг меня Даже Вся прожитая мною жизнь Не стоит ни одной твоей слезинки Твое счастье Мне дороже всего А теперь иди Адел тебя ждет Я знаю Пригласи его От моего имени Нет, папа Никогда Он любит тебя И ты его любишь Я понимаю его И родители его понимают Они хотят видеть своего сына счастливым И ни в чем не нуждающимся Возможно, я на их месте тоже бы так поступил Не говорите так, папа Я говорю Возможно, доченька Хотя не знаю Мухаммаджон, подойдите Не нужно накрывать слишком много столов Почему? Хорошо, если десятая часть гостей придет Зачем вы так говорите? Не делайте вид, что ничего не знаете, хорошо? Пусть все принесут и подготовят, ладно? Гости уже вот-вот придут Не хочу, чтобы нас застали врасплох Мама, мне нужно отлучиться на часок Хорошо Удачи тебе Приходи пораньше Дальша Тульхамыч еще не приходил Мобильный телефон не отвечает Хорошо, обязательно передам Скажу, что звонил Азам Худжанус Радхуджаев Здравствуйте Здравствуйте Дальша Тульхамыч еще не приходил Извините Сейчас Это кто-то Кто это? Это кто-то председатель Мусрат Худжаев Давай Здравствуйте Здравствуйте Это вы Дальшотбек Да, я Вот и хорошо Вас невозможно найти Я не думал, что вы будете искать меня Вот вы какой Спешите забыть обо мне Я или вы? Что это вы такое говорите? Но вы же сами говорили, что поставите условия перед тем, как подпишите договор Дальшотбек Ну как вам сказать Я обманулся Поверив кривотолкам Но вы же сами говорили, что тот, кто верит кривотолкам, выложит мозги на полку Как вы меня Один ноль Вашу пользу Но это были не мои слова В общем, есть один китайский философ Это его слова Знаете, я в очередной раз убедился в правоте этого человека Вы уж Простите меня Безмозглого Дальшотбек Я оплошал Ну уж, теперь Ильхо Макя пробудет на своей должности целую вечность В общем, наш уговор в силе, хорошо? Хорошо, я скажу, папе Отлично Считайте, что подписанный договор уже у вас в кармане Мерзавец Продолжение следует... Я ушел из дома. Почему? Помоги. Понял. Что я не могу без тебя. Отец возвращается на работу. Почему? Понятно. Отец приглашает вас всей семьей на юбилей. Приходите. Мне не нужна должность твоего отца, понимаешь? Я не такой. Знаю. Знаю. Я пойду. Пока. До встречи. Я провожу тебя. Не надо. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Вы так хорошо выглядите. Поздравляю. Не болейте. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Как вы. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Смотри, кто пришел. Давай подойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Уважаемые дамы и господа. Добрый вечер. Дорогие гости, добро пожаловать. Сегодня день рождения уважаемого и дорогого для нас Ильхома Аброровича. А значит, любимый праздник его семьи. Сегодня он проводит этот день в кругу самых близких своих людей в этом замечательном месте. Если позволите, для открытия этого вечера я предоставлю слово уважаемому гостю, близкому другу семьи Ильхома Аброровича, а также будущему свату, дорогому Норматакя. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемый... Я так волнуюсь, Ильхом Аброрович. Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня для всех нас сердечный, великий вечер, потому что наш дорогой, уважаемый человек Ильхом Аброрович справляет свой юбилей. Дорогие друзья, вот уже 30 лет мы дружим. 30 лет! Мы подружились с этим человеком 30 лет назад, и вот до сих пор остаемся друзьями. Пусть пройдет еще 30 лет, я все равно останусь верным нашей с Ильхом Аброровичем дружбе. Эти дружеские узы никогда не разорвутся. Я бы хотел пожелать вам, Ильхом Аброрович, вот вам сейчас 55? Дорогой, желаю вам справить еще через 55. Да что там! И еще через 55 лет такой же юбилей. И чтобы все эти долгие годы мы продолжали дружить. А это, примите, дорогой, от нас скромный подарок. Ну-ка, Ильхом Аброрович! Как красиво! Поздравляю, отец! Рахмат, спасибо! Я тоже поздравляю! Будьте счастливы! Алло, это ты? Здравствуйте! Здравствуй! Где ты раскопал эту сплетню? Хайдар сказал? Да чтобы вам обоим пусто было! Чуть было не опозорили меня! Ильхом Аброрович, ты не уходил? Оказывается, да! Оказывается! Ну откуда я знал? Ладно, тебе придется идти на юбилей. Не попасть бы в черный список. Я сейчас подъеду. Я готов, давай быстрее. Хорошо, я еду. КОНЕЦ 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 Идите сюда, доченька. Идем, сынок. Пойдем, пойдем. Улыбаемся. Идите сюда. Да идите же. Идемте, идемте. КОНЕЦ 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 Счастлива. Отец, что с вами? О чем это вы? Ответь мне на вопрос. Ты счастлива? Конечно. Более чем счастлива. Благодаря вам одному. А вы? И я. И я счастлив. Иди к сватам. Пойдемте вместе. Я подойду. Вечно могу с ним. Такое ощущение, что я оказался в самом центре огромной безжизненной пустыни, в которой ничто не способно расти и выжить, и нет пути ни в какую из сторон. Когда-то, когда мы были маленькими детьми, отец покинул нас, сомкнув веки жизни. Тогда я тоже пережил нечто подобное. Мои дети. Неужто я оставлю их? Нет. Мы вынесли многое, потому что детство наше было нелегким. Но они ведь такие хрупкие. Мне кажется, что они не устоят перед ударами жестокой жизни. Поэтому всю свою жизнь я пытался оберегать их от этого и никогда ни в чём им не отказывал. Сыночек мой, сладенький мой, баю-бай, спи, мой козлик, баю-бай. Закрой глазки, звёздочка моя, баю-бай. Мама, рассказку. Что же ты не спишь, Ильхом Дён? Ну ладно. Расскажу тебе сказку. А ты закрой глазки и слушай, хорошо, малыш? Ну, какую сказку тебе рассказать? Об одном счастливом человеке. Хорошо. Только сначала ты закрой глазки. Хорошо? Много лет тому назад жил да был один падишах. И была у него дочь красоты невиданной. И вот однажды его дочь тяжело заболела. Никто не мог её вылечить. Наконец, позвали знаменитого лекаря. Увидев девушку, лекарь сказал, на вашу дочь нужно одеть рубашку счастливого человека. Тогда она и поправится. Падиша отправил во все стороны гонцов искать счастливого человека. Искали они, искали и нашли дом богатого человека. Когда они спросили его владельца, счастлив ли он, он ответил, да, я счастлив. Тогда гонцы попросили его рубашку и объяснили, зачем она им нужна. тогда владелец дома вздохнул и сказал, как бы я ни был богат, у меня нет детей, поэтому от моей рубашки не будет пользы. Тогда гонцы нашли человека, у которого было много сыновей. Но он сказал, у меня нет достаточно средств, чтобы их обеспечить. если бы я был богат, то тогда бы был счастливым человеком. Гонцы продолжили свой путь. Сколько бы они ни искали, не могли найти человека, назвавшего себя счастливым. Разочаровавшись, они хотели вернуться во дворец, как вдруг увидели свет из створа какой-то лачуги. Приложив к нему ухо, они услышали, что кто-то повторял себе, ах, как же я счастлив, сегодня я нашел кусочек хлеба. Когда гонцы вбежали в лачугу, желая взять у него рубашку, увидели, что человек, говоривший это, совершенно голый, у него даже не было рубашки. Ильхам. Сынок. Ты заснул? Мой дорогой сыночек. Заснул. Ильхам. Сынок. Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, а теперь для вас поет любимая дочь виновника этого торжества, самая красивая, будущая звезда Узбекистана, Сарванос. 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 Субтитры создавал DimaTorzok